Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня делюсь с вами рецептами салатов из редиса. Особой прелестью этого овоща является простота приготовления. Покрошил зелень по вкусу и все готово. А если проявить немного фантазии, то можно добиться очень интересных и вкусных результатов. Подготовьте все необходимые ингредиенты и начнем готовить. Весь редис помойте в воде очень тщательно, удаляя грязь и пыль с поверхности овощей. Салат с копченой курицей и редисом. Оригинальный, освежающий и сочный салат с пикантным вкусом. По-настоящему весеннее лакомство из свежих овощей и зелени. Список всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Нарежем мясо небольшими кусочками. Редис и огурцы помоем, нарежем кубиками. Помидор. Нарежем кубиками. Соединяем все ингредиенты в миске. Добавляем кукурузу, измельченную петрушку, яйца чистим от скорлупы, нарезаем кубиками. Перемешиваем все ингредиенты. Хочу предложить вам два варианта подачи такого салата. Первый. Добавить майонез, чеснок, соль, перец по вкусу. Все перемешать. Выложите в пиалы или салатник и сразу подавайте к столу, так как со временем редис выделяет много жидкости. Второй. В отдельной миске смешиваем майонез и чеснок. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Нарезанные овощи переложить в стакан. Положить по одной чайной ложке заправки на салат и украсить листиком петрушки. Если у вас есть идеи, как можно еще подать такой салат, пишите в комментариях. Салат с копченой курицей и редисом получается очень сочным за счет большого количества овощей с пикантным вкусом копчености. Такой салат никого из гостей не оставит равнодушным. Салат из редиса с маринованными огурцами. Такое блюдо можно назвать салат из всего, что есть в холодильнике. Ведь в его состав входят продукты, которые всегда есть под рукой. Вкус салата будет зависеть от вкуса маринованных огурцов. Они отчетливее всего чувствуются в этом блюде. Первым делом приготовим картофель. Отвариваем до готовности, даем остыть, затем чистим. Каждый клубень картофеля разрезаем пополам и нарезаем ломтиками. Редис вымыть, почистить и нарезать тонкими кружочками. Лук очистить и нарезать полукольцами. Зеленый лук и петрушку вымыть и хорошо обсушить. Мелко нарезать. Огурец разрезаем пополам и нарезаем небольшими ломтиками. Для заправки растительное масло смешать с горчицей, сметаной, солью и молотым черным перцем. Я соль не добавляла, так как у меня огурчики довольно соленые. Поливаем смешанные ингредиенты, перемешиваем, оставляем на 5 минут и подаем на стол. Вкусный и простой салат готов! Сочный и красочный салат из региса и консервированной кукурузы можно подать к столу не только в будни, но и на праздник. Его с удовольствием скушают не только взрослые, но и дети. Главное пробовать регис перед нарезкой, чтобы он не оказался с горчинкой. Это испортит весь вкус салата, так как кукуруза подарит блюду сладкую нотку, а регис свежесть. Поэтому горечи у них никак не должно быть. Срежьте хвостики и нарежьте региску четвертинками. Вскройте банку с кукурузой, слейте в маринад и выложите в емкость половину содержимого консервной банки. Промойте зеленый лук и зелень петрушки. Измельчите их и добавьте в емкость. Солим, печем по вкусу. Добавляем сметану или майонез любой жирности. Аккуратно перемешиваем. С рецептом этого салата можно экспериментировать. Добавить огурцы, вареный картофель, например. Салат из региса и консервированной кукурузы готов. Выложите в пиалы или салатник и сразу подавайте к столу, так как со временем регис выделяет много жидкости. Весенний салат с регисом и сухариками. Редис и огурец тщательно вымыть. Удалить хвостики, разрезать пополам, затем слайсами средней толщины. Шпинат хорошенько моем, обсушиваем и произвольно рвем руками. Лук нарезаем полукольцами. Если вы будете использовать обычный репчатый лук, советую предварительно замариновать его в уксусе или просто обдать кипятком. Это поможет убрать резкость. Чтобы желток не размазался по салату, когда будете перемешивать, лучше нарезать яйца покрупнее. В сметану или йогурт добавляем соль, перец, перемешиваем. Мелко шинкуем укроп и петрушку. Небольшими ломтиками нарезаем батун, разделяем на небольшие кубики. Отправляем на сухую раскаленную сковороду. Обжариваем 1-2 минуты, периодически помешивая. Затем остужаем. Заправляем салат сметаной. Тщательно перемешиваем. При подаче украшаем яйцами и сухариками. Вот такой интересный, яркий и очень вкусный салат получился. Сухарями украшать лучше перед подачей, чтобы они не размякли. Друзья, напишите в комментариях, какой из представленных салатов вам понравился больше всего. А если у вас есть свой рецепт, поделитесь с нами. Будет очень интересно узнать. Делитесь видео с друзьями и не забудьте подписаться. Впереди еще много интересных и вкусных рецептов. С вами была Неля. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал Dima.